Подпишись на мой новый телеграм-канал, там важная информация выходит быстрее, чем на ютубе. Обновления, новости и аналитика каждый день. Ссылка в описании. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в экстренное обновление по рынку. Делаю я большой обзор, и тут вижу что-то совсем необычное. Несколько дней назад пользователи биржи Crypto.com, пытаясь либо вывести, либо наоборот отправить деньги на биржу, столкнулись с одной проблемой. Конкретно они не могли отправить стейблкоины USDT или USDC на блокчейне Solana. Пользователям биржи пришли сообщения, что биржа заморозила ввод и вывод средств через блокчейн Solana. Ну ладно, одна биржа сделала, что такого. Но затем сегодня я вижу это. Binance заморозил депозиты USDC и USDT на Solana. В своем блоге Binance написал, что теперь с помощью сети Solana невозможно депозитить USDT и USDC. Но и это еще не все. К примеру, биржа OKEX сегодня пошла еще дальше и вовсе удалила сеть Solana. Она делиснула токены USDC и USDT на Solana. В своем блоге биржа сообщила, что больше не будет поддерживать депозиты и выводы этих токенов через сеть Solana. Дальше еще интереснее. Биржа Bybit не сообщала о том, что перестанет поддерживать сеть Solana. Но пользователи при попытке провести транзакцию USDT через сеть Solana видят сообщение, что биржа не поддерживает эту транзакцию. Что вообще происходит? Сеть Solana больше не в части у криптовалютных бирж после краха FTX. По слухам, Solana и FTX оказываются тесно переплетены. FTX имеет много Solana на балансе, а Solana имеет много акций FTX. Крах FTX в этой связке опасен для самой Solana. Может в этом и кроется причина такого поведения абсолютно всех крупных криптовалютных бирж. Не зря пользователи теперь паникуют и думают, что Solana ждет крупнейший в ее истории обвал. Пользователи твиттосферы даже запилили опрос. Binance, OKEX, Bybit все замораживают сеть Solana. Будет ли Solana следующим FTT, родной токен FTX? Большинство, а именно 61% ответили да. Но давайте посмотрим, что говорит сама Solana. Может еще рано паниковать. Ведь такие подозрения не могут оставаться без ответа. И на самом деле там не все так плохо, если верить самой Solana. Я бы сказал, что панику пока разводить рано. Итак, пройдемся по основным моментам, которые интересуются общество. В своем блоге Solana пишет, крах FTX не повлиял на производительность и безотказность работы сети Solana. Далее, по состоянию на 6 ноября 2022 года, когда FTX прекратил обработки и вывода средств, Solana владела активами на бирже FTX на сумму 1 миллион долларов. Это менее 1% денежных средств фонда Solana. Поэтому влияние коллапса FTX на фонд Solana незначительно. Кроме этого, Solana владеет акциями FTX Trading Ltd на сумму 3,24 миллиона долларов, токенами FTX на сумму 3,43 миллиона долларов и более чем 134 миллионами токенами SRM – децентрализованной биржи Project Serum. Стоят эти токены на 7 ноября около 29 миллионов долларов. Если что, Project Serum – это децентрализованная биржа, которую в 2020 году основал генеральный директор FTX на блокчейне Solana. Также Solana сообщает, что FTX и Alameda Research, дочерняя компания FTX, приобрели у Solana фонд 50,5 миллионов монет Solana. Примерно 700 миллионов долларов на данный момент. Но не стоит паниковать, что FTX прямо сейчас возьмет и продаст все эти 50 миллионов монет. Дело в том, что значительная часть этих монет заблокирована и ограничена доступна для ежемесячной реализации, график которой расписан до 2028 года. Также Alameda Research приобрела у Solana Labs 7,5 миллионов монет Solana. И как мы видим, доступны для продажи они будут 1 марта 2025 года. До тех пор Alameda Research никак не сможет реализовать эти монеты. Кроме этого, сооснователь Solana утверждает, что криптовалюта незначительно пострадала от краха FTX и толком не имеет никаких активов на FTX.com. При этом децентрализованная биржа Serum Project также находится в безопасности, потому что Solana готовит ее форк. Приватный ключ соединял FTX и этот DEX, поэтому после форка эта связь будет разорвана и биржа продолжит работу в обычном ключе. Так что, похоже, люди зря паникуют, если верить самой Solana. А что ты думаешь по этому поводу? Напиши в комментариях. Ну а я пойду записывать свой обычный обзор и увидимся сегодня вечером. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok